Всем привет, я Тушел, а это набор для подкастов и стримов Hyper Broadcast USB Set. И как вы наверняка поняли, это полноценный набор для стримов, включающий в себя динамический USB микрофон и кучу аксессуаров к нему. И все это добро стоит чуть больше двух с половиной тысяч рублей. Записываю я этот обзор на микрофон из комплекта, поэтому скорее всего звучу сейчас не так, как вы привыкли. Продается набор вот в такой вот коробке. Дизайн нормальный, но особо ничем глаз не цепляет. Внутри можно найти микрофон, кабель для подключения, виброгаситель типа паук, микрофонный пантограф, ветрозащиту, попфильтр, крепеж для классических микрофонов и небольшую инструкцию. Сам микрофон выглядит вполне обычно, корпус у него металлический, сверху металлическая сетка, сквозь которую видно капсюль микрофона. Органов управления у микрофона никаких нет, то есть воткнул и все. Индикаторов работы или записи тоже нет, так что микрофон, если вот он в ПК, всегда вас слушает и никак об этом не сообщает. Это динамический микрофон с кардиоидной направленностью. Исходя из расположения капсюли в корпусе, говорить надо в переднюю боковую сеточку. Звук сбоку и сзади такой микрофон записывает уже не очень хорошо, что делает его почти идеальным для стримов, подкастов и обзоров. И давайте я это продемонстрирую. Это я говорю прямо в микрофон. Это мой голос сбоку микрофона. Это мой голос сзади микрофона. Вот так звучит мой голос, когда между мной и микрофоном 10 сантиметров. А вот так, когда уже 30 сантиметров между мной и микрофоном. А это примерно 1 метр от микрофона. Это запись микрофона без какой-либо обработки. Здесь заметен шум микрофона и без компрессора есть заметная чувствительность на расстояние рта от микрофона. Так что если вы привыкли активно жестикулировать своим телом при записи, итоговая речь на микрофоне может немного плавать по громкости. На мой взгляд, запись вполне нормального качества. И учитывая динамическую натуру микрофона, фоновые шумы он ловит заметно хуже кондензаторных микрофонов. Для защиты капсюля от нежелательных потоков воздуха в комплекте лежат и поп-фильтр, и ветрозащита. Ветровик одевается на верхнюю часть микрофона. Поп-фильтр же прикручивается к пантографу с помощью винтового крепления. Само крепление гибкой штанга позволяет с легкостью настроить положение поп-фильтра. Единственная штанга у основания может начать откручиваться. Чтобы она этого не делала, для начала надо крепко закрутить это соединение. А далее все настройки делать с поворотом по часовой стрелке. Так поп-фильтр будет стоять там, где вы хотите, а не будет под своим собственным весом падать вниз. Пантограф самый простенький. И ровно такой же стоит у меня, отчего я на своем опыте знаю его и сильные, и слабые стороны. Сильная сторона это то, что такой пантограф недорогой. Но минусы это все остальное. Металл, из которого он сделан, не очень толстый. Слабое место это крепление у основания, где металл может лопнуть при определенной нагрузке. Пружины тоже громкие. Ну и звук и вибрации от них могут попасть на запись, если их случайно задеть. Примерно вот так. Короче, я думаю, я вас, если честно, ничем не удивил. Это бюджетное решение, которое тем не менее работает. И лично в моем случае работают уже года 3 или 4. И все это время этот пантограф исправно держит мой микрофон там, где мне надо. Так что убогость конструкции материала в итоге не повлияла на возможность этой штуки выполнять свое предназначение. Ну и как вы тоже наверное заметили, пантограф маленький, и от точки крепления его можно максимум оттянуть на 60 или 70 см, что не очень много и ограничивает возможные места крепления. А еще у меня постоянно самопроизвольно откручивается барашек, который держит микрофон. Прям магия какая-то. Ну а для крепления микрофона к пантографу в комплекте предусмотрено 2 крепежа. Первый выполнен в виде паука, и это хорошо, так как с ним минимизируется передача вибрации от пантографа или стола, к которому собственно и прикручен пантограф. Крепеж стандартный на 5,8 дюйма, есть также переходник на 3,8 дюйма. Сделан держатель из пластика, и в руках ощущается он немного хлипким. Второй вот крепеж предназначен для микрофонов классического типа, и зачем он вообще в этом комплекте мне непонятно, так как для микрофона из комплекта этот крепеж ну никак не подходит. Для подключения собранной конструкции ПК используется USB-TB кабель. Кабель не очень длинный, отчего если его прокладывать по раме пантографа, то до системного блока его длины попросту может не хватить. Поэтому возможно потребуется докупка либо USB удлинителя, либо другого провода, благо такие вот провода бывают очень длинными. Ну и так как я рассказал вам про все элементы этого набора, то пришла пора подводить кое-какие итоги. Во-первых, надо понимать, что все компоненты этого набора достаточно бюджетны, и ждать от микрофона сверху уровня записи не стоит. Тем не менее, мне мой голос на записи нравится, вполне нормальный звук. Без обработки да, есть нюансы, но где их нет? Даже на моем шур есть что обрабатывать в софте. Все компоненты, кроме непонятного крепежа для классических микрофонов, справляются со своими задачами. Да, не без огрехов и да, с определенными нюансами и ограничениями. Но повторюсь, все работает. И пожалуй в наборе за ответ с небольшим тысячей рублей это и есть самое главное. И как итог, на мой взгляд, этот набор однозначно стоит своих денег. И очень здорово, что теперь входной билет в мир создания контента для Твича или Ютуба стоит так демократично. Мне бы такой комплект совсем не помешал, когда я начинал и когда не было понятно, будет ли будущее у канала или нет. А тут риск минимален, а профит очевиден. Ну и на этом, пожалуй, все на этот раз. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вам интересен мой контент. Если хотите, то можете меня поддержать покупкой коврика от CustomMate или просто обычным донатом. Ссылки на это все есть в описании под этим видео. Ну а сегодня, как всегда, с вами был я, Тушел. Всем пока и до скорых встреч на канале ProDevices.